Для производства рабочих перчаток используют несколько видов сырья. Чаще всего это хлопчатобумажная пряжа, либо пряжа с добавлением искусственных нитей. Для формирования эластичной манжеты применяют латексную нить, оплетенную хлопком. Вязка рабочей перчатки производится на перчаточных вязальных автоматах с механической либо электронной регулировкой параметров. Такие автоматы способны выдавать до 400 пар перчаток в сутки. В настройках параметров задается плотность и скорость вязки, а также размер изделия, после чего в автомат устанавливается моток пряжи, а нить заправляется в рабочую зону. Все этапы производства ведутся в непрерывном автоматическом режиме. Вязка каждого элемента осуществляется поочередно, начиная с мизинца и заканчивая указательным пальцем. Затем вяжется верхняя часть ладони, большой палец, нижняя часть и эластичная манжета. Все переходы и переключения режимов вязки, включая добавление латексной нити, также происходят автоматически. По окончании цикла завязки пряжа обрезается и машина выдает готовое изделие. Для увеличения механической прочности и износа устойчивости на хлопчатобумажные перчатки наносится дополнительное латексное покрытие, что делает их обливными. Обливные перчатки с латексным покрытием хорошо защищают руки от возможных повреждений, а также обладают повышенной устойчивостью к различным абразивным материалам и химическим средам. Данное покрытие наносят на ладонную часть перчатки при помощи полуавтоматических погружных линий. Оператор вручную надевает хлопчатобумажные перчатки на перчатнице, изготовленные в форме кисти руки человека, которые направляются к резервуарам с жидким латексом. Перчатница проходит над резервуаром и погружает в латекс ладонную часть перчатки, создавая на ней защитное покрытие. Далее изделия поступают в сушильную камеру, где под действием высокой температуры жидкий латекс приобретает прочную, но эластичную структуру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова